Минстройкоми расторгает контракт с подрядчиком, затянувшим строительство инфекционной больницы. Решение об этом принято сегодня. К этому дню застройщик должен был предоставить пакет документов на перерасчет цены контракта. Однако этого не случилось. По договору больницу должны были ввести в эксплуатацию уже этой весной, но работа не задалась с самого начала. Кому придется доделывать начатое и в какие сроки? В материале Ольги Коняевой. Сегодня как раз тот день, когда инфекционная больница по контракту должна быть достроена, но готовность объекта всего 10%. Подрядчик теперь должен вернуть неиспользованный аванс, уплатить все штрафы. Расторгнут контракт на такой стадии, это как начать с нуля. По самым оптимистичным прогнозам, новый срок завершения строительства – конец 2024 года. Лимит доверия застройщик давно исчерпал. Сначала затянул с проектированием, потом и строительством. Уже на этапе каталована пришлось устранять недочеты. Осенью 2021-го, когда строители только-только вошли в раж, стало понятно. Заявленная смета – полтора миллиарда рублей – треть федеральной деньги уже не покроет расходы. Значительно выросли цены на стройматериалы, в частности на металл. А это уже другая стоимость всего объекта. Министерство строительства Коми пыталось исправить ситуацию. На федеральном уровне даже выпустили постановление, благодаря которому появилась возможность пересчитать стоимость внести изменения в проект и получить дополнительное финансирование. Но свой последний шанс застройщик инфекционной больницы не смог использовать. Мы практически два месяца были в переписке. Подрядчик пытался, направлял документы. Мы, служба заказчика, направляла подрядчику официальное замечание. Подрядчик не смог устранить все замечания. И, сходя из этого, осталось единственное такое решение – расторжение контракта на строительство инфекционной больницы. Подрядчик построил на 150 из 270 миллионов аванса. Сейчас, как минимум, месяц уйдет на приемку строительной площадки, проверку выполненного объема, формирование перечня и расчет стоимости оставшихся работ. Застройщик, кроме того, должен принять меры по сохранению объекта для следующего подрядчика. Это работы, которые по утеплению фундаментов, по обратной засыпке, необходимые технологические процедуры для того, чтобы сохранить уже совершенные, построенные виды работы, можно было использовать следующим подрядчиком для продолжения строительства без ущерба для стройки. Проект больницы выполнен еще в 2019 году. Его можно использовать, изменив стоимость. Но, скорее всего, к моменту завершения строительства устареет начинка. Уже появились новые технологии и оборудование. Свои корректировки, возможно, будет вносить Минздрав. А это явно не ускорит процесс.